Представляем вашего внимания главные новости антикоррупционной службы Аматинской области за прошедшую неделю. Представление статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в аппарате Акима Карасайского района. Департаментом при поддержке отдела внутренней политики Уйгурского, Сарканского и Карасайского района отсняты социальные ролики на антикоррупционную тематику. Проведено онлайн-совещание по вопросам коррупционных рисков в сфере сервисного обслуживания медицинских изделий. Департаментом проведена зум-конференция по использованию интерактивной карты открытых бюджетов с участием координатора проекта PublicBudget.kz и местными исполнительными органами. Коллектив департамента вышли на субботник, целью которого является воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде. Рабочим визитом посетил Аматинскую область руководитель Республиканского проектного офиса Адалда Галанет Улигин Байгулов. На площадке антикор-центра для граждан области проводится онлайн-интернет-конференция в социальной сети с участием юристы проекта «Гражданский контроль» Супапекова Жендоса. Прямой эфир с участием председателя Общественного совета по противодействию коррупции при областном филиале партии Нуротан Серика Муканова. Совместно с проектным офисом Джитсу Адалда Галана во всех районах Алматинской области проведены мониторинговые работы по соблюдению карантинных мер гражданами области. В целях обеспечения прозрачности бюджета во всех районах Алматинской области продолжаются онлайн-разъединительные работы и интерактивная карта открытых бюджетов. Встреча с членами клуба Сен-Ал-Урпах на тему Сен-Ал-Урпах Жархан Балашах с руководителем проектного офиса Токышевым Каиржаном. Алматинская область продолжает поддерживать акцию «Коррупция не для нас». На областном телеканале Джитсу продолжается телепередача «Джитсу Адалда Галана». Гость эфира минувшей недели – заместитель Акима Акцузского района Ешанов-Гатис. Новостные сюжеты о проводимой работе департамента на республиканских и областных телеканалах. Авторские новостные статьи о проводимой работе департамента на страницах республиканских информационных агентств и журналов.